Здравствуйте! Новости Дагестана на ННТ в студии Махач Курбанов и коротко о главном. Посещение социальных и культурных объектов. Сергей Мельков с рабочей поездкой побывал в Касавюрте. Подробности через минуту. Доверчивость на грани или миллион для мошенника. Как на «Чужом горе» наживаются аферисты. Смотрите в нашем выпуске. Подготовка команды борцов классического стиля уже вышла на финишную прямую. Спортсмены отправляются на предолимпийский чемпионат России. В Рио главы Дагестана Сергей Мельков с рабочим визитом посетил Касавюрт. Он осмотрел ряд социально значимых объектов, встретился с руководством города и возложил цветы на мемориальном комплексе «Холм героев». Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Это первая официальная рабочая поездка Сергея Мелькова в Касавюрт в качестве в Рио главы Дагестана. Текстильная фабрика «Лавантель» – крупный промышленный комплекс в Касавюрте. Сергей Мельков познакомился с его работой и дал свою оценку производству. Хотелось бы, конечно, на сегодняшний день, о чем мы сейчас говорили, изучив рынок и потребности, вот такую фабрику и такое производство оставить на уровне конкурентной способности и на уровне возможности дальнейшего развития. Именно такое производство сегодня нужно развивать. И, конечно, помощь со стороны региональных властей должна заключаться в том, чтобы давать наиболее приемлемые условия создавать, в том числе наличием земли, наличием инфраструктуры, наличием экономической поддержки, особенно на этапе развития этого бизнеса. Мы, думаю, по итогам сегодняшней поездки с Батаремеевичем проговорим, может быть, подобные фабрики, я не говорю, что именно такие, да, они будут являться основой развития промышленности Дагестана. Фабрика запустила свое производство более 20 лет назад. Сейчас здесь работает более 100 специалистов. Продукцию реализуют не только в России, но и на территории СНГ. В начале пандемии коронавируса фабрика помогла медучреждениям Дагестана. В период пандемии мы выполняли костюмы, противочумные операционные халаты, комбинезоны. Более 3000 единиц за период 25 рабочих дней. В Рио главы Дагестана также осмотрел городской парк и постил мемориальный комплекс «Холм героев». Он возложил цветы к вечному огню памяти героев Великой Отечественной войны, а также у памятника медицинским работникам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Помимо этого, Сергей Меликов пообщался с воинами-интернационалистами и провел встречу в администрации Хасаверта. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурад Бигбарзов, телеканал ННТ, Хасаверт. Холодовой центр для хранения вакцины открыли сегодня в Махачкале. Это модульный корпус. Общая площадь здания составляет порядка 500 квадратных метров. С работой центра ознакомилась в Рио-министр здравоохранения Республики Татьяна Беляева. Здесь установлено 14 крупных холодильных камер, где вакцина может храниться больше года. В том числе одна камера для хранения вакцины от COVID-19. Холодовой центр оснащен всем необходимым оборудованием, включая бесперебойные резервные источники питания. Раньше вакцину распределяли по районам с запасом на три месяца, так как в Махачкале не было мест для хранения. Теперь у республики есть возможность хранить ее на базе центра инфекционных болезней. Перевозить вакцину будут на специальном автотранспорте в любую точку Дагестана. Это большое достижение для республики. И это то, что мы сегодня открыли и показали. Это то благополучие нашего населения. Это те вопросы, которые в большинстве снимаются по качеству хранения и качеству вакцин. Соблюдение холодовой цепи позволяет нам быть абсолютно уверенными, что мы вакцинируем наших деток, наше население качественной вакциной. И люди должны быть спокойны, а мы должны быть спокойны за результат. Дагестанских полицейских начали прививать от коронавируса. Первыми прививки получили сотрудники Министерства внутренних дел. Вакцинированию подлежат в первую очередь сотрудники полиции, не болевшие коронавирусной инфекцией, потому что в их организме отсутствуют антитела, противостоящие COVID-19. Вакцина, как и прививка от гриппа, вводится под кожу. Она вызывает заражение в легкой форме, что заставляет организм вырабатывать антитела. Совсем скоро вакцинируют всех сотрудников полиции, у которых отсутствуют антитела. В Дагестане задержан мошенник, обманувший женщину на сумму более миллиона рублей. Подозреваемый обещал ей найти без вести пропавшего сына. Подробности в нашем сюжете. Он представился генералами и обязался вызволить сына из тюрьмы. Мошенник сам нашел свою жертву, жительницу Дербента, узнав, что ее ребенок пропал без вести. Он сообщил женщине, что ее сын находится якобы в одной из колоний Кемерово. За свои услуги он попросил ни много, ни мало – один миллион рублей. Мне он все время обещал, говорил, что он нашел моего сына, что он сидит в Кемерово, что он едет, что ему ведь сейчас нужно, что ему документы сделает. Для убедительности своих слов недогенерал показал смонтированную фотографию с ее сыном и убедил ни в коем случае не обращаться в прохранительные органы. Получив от потерпевшей деньги, преступник перестал выходить на связь. Начал требовать и давить на меня психологически. Мол, чтобы я никаким следователем, никаким уголовным розыском ни о чем не говорила. Ну, в общем, морально меня он подготовил так, чтобы я ни слова, и он сам все один сделает. Женщина, предположив, что ее все же обманули, решила обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли мошенника. Им оказался 42-летний житель дагестанских огней. В отношении подозреваемого в совершении мошенничества гражданина возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ. Мошенничество совершено в особо крупном размере. В настоящее время он заключен под стражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Лжегенералу грозит до 10 лет тюрьмы. Алина Багилова, Дауд Касанов, телеканал ННТ «Дербент». За неделю около 150 машин эвакуировали за неправильную парковку на территории второго рынка Махачкалы. Сотрудники полиции региона проводят ежедневные рейды. По их словам, самое распространенное нарушение водителей – остановка и парковка вторым рядом. Это препятствует проезжей части дороги и создает транспортный коллапс в оживленной части города. Нарушителей штрафуют, а их машины эвакуируют на специальную штрафстоянку. Книжная выставка, посвященная столетию со дня создания ДССР, проходит в Театре поэзии. В экспозиции представлены книги о культуре и истории Дагестана, авторов со всего мира. Они отображают эпоху, связанную с большим прогрессом в науке и образовании. Все эти книги были продемонстрированы на 15 международных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, в Турции, а теперь дошли и до Махачкалы. В течение шести лет издательский дом «Дагестан» целенаправленно работал на издание книг, которые отражают сути Дагестана и его имидж. Очень интересно, мне кажется, будет посетителям выставки, вообще читателям, познакомиться с продукцией, с книгами, которые рассказывают об этом времени, без ретуши, без всяких советских идеологических норм. И я думаю, что даже те, кто уже в возрасте, люди для себя много откроют в этих книгах, увидят или вспомнят многое того, что совершалось в это время. В том числе и многие книги, такие более рассчитанные на приезжих людей, на туристов. Мы выпускаем серии книг, связанные с Дагестаном, путешествия, так скажем, по Дагестану, глазами гостей наших. О спорте. 15 дагестанских борцов греко-римского стиля выступят на предолимпийском чемпионате России. Турнир в Ростове-на-Дону стартует 18 января. Подготовка команды уже вышла на финишную прямую. О том, с каким настроем наши классики подходят к главному старту сезона, узнавал Курбан Рагимов. До Олимпиады в Токио остается чуть больше полугода. Выступить на играх четырехлетия – мечта каждого из этих борцов. Предстоящий чемпионат России определит состав национальной сборной, а потому на тренировках все выкладываются с полной самоотдачей. Главные медальные надежды тренерского штаба связаны с Меладом Алирзаевым. В Ростове действующий обладатель Кубка мира выступит в олимпийском весе до 87 килограммов. Для победы 22-летний классик намерен отдать все свои силы. Сейчас чемпионат России все покажет, определится лидер и дальше будут отбираться на Олимпийские игры. Я также хочу в гонку ворваться, можно сказать. Реально много примеров тоже было и по классике. Я думаю, все возможно, главное верить, настроиться, как на последние соревнования. Здесь, что можно сказать, как начал осознанно тренироваться, это стало главной целью моей жизни. И вот постепенно иду к ней, начало, думаю, все получится. Помимо Алирзаева, республиканскую команду в Ростове представят еще 14 спортсменов. Двухнедельный сбор дружина Магмеда Асхабова проводит в центре спортподготовки в пригороде Махачкалы. Все основные нагрузки уже позади. Я думаю, в принципе, ребята сейчас в хорошей форме. Подготовка тоже неплохая у нас прошла, можно сказать. Сейчас вот у нас сегодня работа уже, это уже подводка, уже такая легкая, легкая, как у нас в борьбе называется пуш-пуш. Сегодня у них легкая работа. Мы каждым годом, в принципе, планку поднимаем и надеемся, что, иншаллах, с помощью сегодняшнего, что мы в этот раз уже планируем хотя бы уже три медали завоевать на чемпионате России. В заключительный день сбора в борцы проведут контрольные схватки. В Донскую столицу команда отправится в воскресенье. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к этому часу у нас все. Оставайтесь на ННТ, не переключайтесь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин